Столица 14 часов. Вы смотрите новости. С вами Динара Саду. Добрый день. Энергетика, модернизация, инфраструктура, разведка и переработка полезных ископаемых. Ключевые сферы, в которых сотрудничают Казахстан и Америка. Касымжумар Тукаев и сенатор США Стив Дейнс обсудили торгово-экономическое взаимодействие. Глава государства высоко оценил сотрудничество стран, отметив, что важную роль в двусторонних отношениях играет парламентская дипломатия. Также собеседники обсудили вопросы международной и региональной безопасности. По мнению Касымжумар Тукаева, в борьбе против терроризма все страны, невзирая на противоречия во взаимоотношениях друг с другом, должны объединить усилия в рамках масштабной международной коалиции. Редактор субтитров А.Семкин Из местных бюджетов будет выделено Это позволит выдать льготные кредиты дополнительно на 425 миллиардов тенге на весеннеполевые и уборочные работы. Еще 40 миллиардов тенге предусмотрено на форвардный закуп и 95 миллиардов тенге в виде субсидий. Министерством и Акиматом надо решить вопрос обеспечения фермеров удобрениями, а также облегчить доступ аграриев к новой сельхозтехнике. Стоимость дистоплива для весеннеполевых работ останется на уровне прошлого года. 250 тенге за литр во всех 20 регионах страны. Это на 45 тенге дешевле, чем на заправочных станциях. В этом году Минэнерго принимает дополнительные меры для контроля за расходом топлива. Созданы специальные пин-коды для аграриев и виртуальный склад счетов фактур. Всего на посевную кампанию требуется 340 тысяч тонн ГСМ, посчитали в ведомстве. За два месяца отгружено 27 тысяч тонн дистоплива. Министерство сельского хозяйства направило заявку на поставку дополнительно 35 тысяч тонн. С прошлого года в региональных резервуарах остается 40 тысяч тонн нереализованного топлива. Его можно использовать на весеннеполевых работах. Утвержден график поставок. Отгрузка идет строго по заявкам компаний-операторов. Почти во всех зерносеющих регионах Казахстана запасов влаги достаточно для весеннего сева. Казгидромет назвал такие условия удовлетворительными и оптимальными. Исключения составляют лишь отдельные участки. В метеослужбе подготовили специальный анализ запасов влаги. Для аграриев это важная информация. В Западноказахстанской, Октюбинской, Павлодарской и Жамбылской областях прогнозы преимущественно удовлетворительные. А вот в Акжарском районе североказахстанского региона влагозапасы не дотягивают до такой отметки. Это единственный регион в стране, где по данным Казгидромета неудовлетворительны условия для сева. К посевной на устаревшие сельхозтехники готовятся в аграрной Костанайской области. В регионе ежегодно обновляют всего 4% сельскохозяйственных машин. В некоторых хозяйствах на пашню выходят тракторы с 40-х, 50-х годов выпуска. Земледельцы резонно жалуются на потери урожая. Технические проблемы в агросекторе разбирал Вячеслав Итлугин. У семьи Агатаевых больше 10 тысяч гектаров полей. Передовое хозяйство в Житикаринском районе находится в зоне рискованного земледелия. Здесь нередко случается засуха. Люди работают в экстремальных для агробизнеса условиях. Причем на старых тракторах и комбайнах. На новую технику нет оборотных средств. Льготные кредиты семейной ферме не выдают. В районе низкая урожайность. Хотелось бы два новых комбайна вообще. Один трактор и посевную, конечно, комплекс. И, естественно, комбайны с жатками. Потому что это гораздо большая помощь была бы. Вот особенно в прошлый год неурожайные дожди. Мы до дождей успели убрать, но небольшое количество. Вот если бы у нас была бы новая техника, мы бы все успели бы убрать. Получается замкнутый круг. При работе на устаревшей технике теряется до 20% урожая. Аграрии уверяют, из-за низких показателей продуктивности сложно рассчитывать на доступные займы. Однако представители компании Минсельхоза с такими доводами не согласны. Мы не финансируем те или иные районы по тем показателям. Здесь такого не может быть. То есть мы абсолютно всех рассматриваем. И подходим к каждому в зависимости от его объемов, его финансирования. У кого-то есть кредитная нагрузка. Отрицательная кредитная история. То есть есть негативная информация, кто где-то там судится с кем-то. То есть вот эти факторы, они влияют на то, что мы отказываем. В этом агросезоне под доступные 6% кредита приобретут свыше 300 агромашин. При этом заявок все больше. Параллельно в регионе открыты 9 программ субсидирования сельхозформирований с бюджетом в 38 миллиардов тенге. На уровне первых руководителей области решается вопрос возврата невыплаченных еще в прошлом году дотаций. По субсидированию пестицидов мы уже оплату начали производить с февраля месяца. Уже более 1 миллиарда мы оплатили. По инвестиционному субсидированию нам еще дополнительно требуются средства, конечно. Но в каких размерах, вот той суммы, которая у нас есть, нам ее хватает покрыть долги прошлого года. Но нам нужны деньги на 2024 год. Посевная, как и уборочная, требует серьезного подхода. Без вложений в инфраструктуру и технику урожай не вырастить и тем более не собрать. Поэтому финансовые аналитики дочерней компании Министерства сельского хозяйства обещают пересмотреть подходы к субсидированию крестьянских хозяйств. Точечно изучать возможности потенциальных заемщиков. Вячеслав Фетлугин, Магауя Калиев и Сергей Трактенберг. Кустанайская область, 24КЗ. Большая вода пришла в Актюбинскую область. В городе Эмба Муголжарского района потопило несколько домов. Для пропуска талой воды вскрыли участок дороги Алтен-де-Эмба. Движение по нему перекрыли, на месте организовали дежурство. Похожая ситуация и в селе Шубар-Кудук Тимирского района. В поселке также стала скапливаться талая вода. Количество подтопленных дворов уточняется. В Байганинском районе талыми водами смыло водопропускное сооружение, сообщили в департаменте ПЧС. В результате три аула остались без транспортного сообщения. Размыло грунт водопропускного сооружения также в селе Коптогай Уилского района. Накануне талые воды скопились на въезде в село Аккемер, а также в аул Екпетал этого же района. Угрозу подтопления жилых домов в этих населенных пунктах сняли. Говорят, местные власти в регионе подтопило также участок дороги областного значения Шубар-Кудук-Уил-Кобда-Соль-Илецк. Перелив возник на 16 километрах трассы. Талые воды размыли участки грунтовых дорог. В Акжаикском и Женебекском районах Западно-Казахстанской области перелив воды произошел в Курай-Лысайском и Жаксубайском сельских округах. По данным департамента ЧАЭС, движение автотранспорта не нарушено. На одном из участков имеются три водопропускные трубы. На месте организовано дежурство. Угрозы подтопления населенных пунктов нет. Таких опасных участков на западно-казахстанских дорогах 49. К слову, сейчас все силы и средства оперативно-спасательных служб находятся в состоянии повышенной готовности. Это 4000 человек личного состава и 1000 единиц спецтехники. По прогнозам синоптиков, процесс снеготаяния в регионе усилят дожди и плюсовая температура. Дополнительную помощь в Костанай направили из департамента по чрезвычайным ситуациям Казалардинской области. В регион прибудут почти 20 единиц техники и более 30 сотрудников. Они помогут проводить аварийно-спасательные работы во время паводка. Из-за повышения температуры воздуха и резкого таяния снега на юге Костанайской области начались подтопления жилого сектора. Минувшей ночью в Аркалыке подтопило 12 частных жилых домов и 20 дворовых территорий. На данный момент все откачаны от 12 домов. Обстановка на данный момент стабилизировалась. Жителям города Аркалык угрозы нет на данный момент. 45 противоразмовных поездов подготовили к сезону паводка в Казахстане. Об этом сообщили в пресс-службе главного национального перевозчика. Вагоны укомплектованы всем необходимым инвентарем и материалами. Заготовлено больше двух кубометров бутового камня. Кроме того, проведены работы по отраблению льдам на реках Убатин, Тех и Селете. Также специалисты проверили 83 плотины и водохранилищ. К другим темам. Агентство по финмониторингу завершило расследование по факту экономической контрабанды грузовых автомобилей. В ходе масштабной проверки выяснилось, что преступная группа незаконно ввезла в Казахстан 45 грузовых автомобилей и прицепов. Злоумышленники легализовали транспорт при помощи поддельных документов. В результате государству был нанесен ущерб в виде неуплаченных таможенных платежей на 180 миллионов тенге, а также регистрационного сбора в размере 205 миллионов тенге. Дело передано в суд. Материалы расследования направлены в суд и на информацию в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит. Агентство по финансовому мониторингу напоминает о предусмотренной законом ответственности за экономическую контрабанду. Также напоминаем о возможности сообщения в телеграм-бот AFM Insider о фактах экономических правонарушений. Почти каждый пятый казахстанский ребенок сталкивается с кибербуллингом. Такие данные приводит Министерство здравоохранения. А по исследованию ЮНИСЕФ, больше миллиона детей в стране сталкиваются с негативным контентом в сети. Из них у 11% это вызывает серьезные расстройства. О том, как обезопасить детей в интернете, расскажет Анель Едель-Каза. У казахстанских школьников теперь есть электронный кибер-тумар. По казахской традиции оберег. Он должен обезопасить детей в интернете и помочь научиться справляться с потенциальными угрозами. Проект совместно разработали Министерство просвещения, ЮНИСЕФ и Европейский союз. Задача каждой школы начать эту мини-информационную кампанию у себя. То есть есть социальные плакаты, есть, знаете, в каждом классе можно развесить наши инфографические плакаты, где пошагово ребенок может понять, что ему делать, когда происходит с ним какая-то травля, когда он узнает, что там какая-то личная информация, как защитить свою личную информацию, сколько времени проводить в интернете. То есть мы призываем школы, мы призываем учителей и родителей использовать наши информационные материалы для того, чтобы повысить осведомленность детей. Такое информирование необходимо уже со школьной скамьи, поскольку казахстанские дети все чаще и в более раннем возрасте вступают в мир онлайн-сообщества, говорит автор проекта. По данным исследования ЮНИСЕФ, каждый второй ребенок в стране начинает использовать интернет уже в возрасте от 5 до 8 лет, тогда как 5% во всемирную паутину впервые входят уже в возрасте 4 лет и младше. Дети в Казахстане подключаются к интернету практически с беспрецедентной скоростью. И что очень важно, они подключаются к интернету все раньше и раньше. То есть уже в 4 года у ребенка появляется доступ в интернет. А последствия буллинга могут быть долгосрочными. С этим, говорит житель столицы Марат Таиров, имя и фамилию героя мы изменили, справиться не так просто. Низкая самооценка, чувство одиночества и изоляции у него по сей день. Хотя с момента окончания школы прошло больше 5 лет. Травлю мальчику устроили одноклассники, рассылая в социальных сетях личные данные, фотографии и видео. Все это они нашли в переписках. На уроке информатики я забыл закрыть свою страничку в социальной сети. Одноклассники переслали друг другу, публиковали на различных платформах, пабликах. На тот момент было очень много просмотров и негативных комментариев. По утрам не хотелось идти в школу, у меня не было друзей. Посещали даже плохие мысли. Прошло уже много лет с момента окончания школы. Но только недавно я понял, что последствия психологической травмы остались. Сейчас работаю над этим с психологом. В этих случаях детям важно вовремя оказать психологическую помощь. По словам психолога Светланы Богатыревой, к ней с такой проблемой каждый месяц обращаются порядка 10 человек. В вопросе безопасности детей от подобного давления ответственность лежит в первую очередь на родителях, считает специалист. И здесь нужна такая очень мягкая работа на предмет коррекции ребенка его самовосприятия. Как он видит мир, как он видит людей, как он видит себя. Долгие такие беседы, разговоры это могут делать даже родители. Но если не справляются родители, видят, что уже действительно серьезная какая-то травма или урон, что ребенок и хотел бы забыть, но не может, это все время возвращается к нему, вот тогда хорошо бы обратиться к специалисту за специализированной помощью, чтобы проработать какие-то вот эти вещи, и они не тянулись за человеком в дальнейшую жизнь. Между тем, привлечь к ответственности за кибербуллинг в нашей стране очень сложно, отмечают юристы, поскольку доказать психоэмоциональный ущерб практически невозможно. Это 24КЗ, прямой эфир, и мы продолжаем. В столичных автопарках не хватает около тысячи водителей. Вакансии остаются свободными даже несмотря на зарплату в 800 тысяч тенге. Почему так происходит, выясняли мои коллеги. Тест на скорость реакции обязательный для водителя. Решение в экстренных ситуациях он должен принимать быстрое и правильное. Между тем, Хаким Аманбаев, водитель с 30-летним опытом, показал не лучшие результаты. Если, как у нашего слушателя, скорость реакции была низкая, то мы с ними проводим рекомендательные работы. Им дается отдых два раза. Это по полчаса, по-моему, у них отдых. И этого действительно мало им, чтобы отдохнуть. Поэтому у них работа связана со стрессом. Хаким Аманбаев намерен отработать в автопарке еще три года до пенсии. На линию водитель выезжает в 6 утра. В полночь заправленный чистый автобус ставят в парк. Смена два дня работы, два дня отдыха. Молодые охотные идут в такси, рассказывает он. Ну, сейчас молодежь не старается на автобусах, не старается таксовать. Желательно свободные. У них время, чтобы сами себе управляли. Время своими. Ну, не хотят вот на автобусе вот... Как вам объяснили? Постоянно за рулем. И свободное время нету. Впрочем, как выяснилось, управлять пассажирским автобусом не хотят даже опытные водители с удостоверением категории D. Сложно работать с людьми, объясняют они. Слишком большая ответственность. Даже за миллион цинге зарплаты я не пойду в водителя автобуса. Нужно много сил, к тому же ответственность за жизни пассажиров. И люди разные. Водители сталкиваются с агрессией. Участились случаи нападений на водителей. В итоге в столичном карьерном центре сейчас открыто 900 вакансий водителей автобусов. 89 человек мы уже трудоустроили. Бывает, что претенденты не подходят работодателям по возрасту. Случается, что у них арестованы счета и карты. К тому же паркам удобно, чтобы водители проживали недалеко от места работы. Принимаются из других регионов. Также по зарплате зарплата. Стараются поднять зарплату уже 800 тысяч. Самое большее, что получают. И плюс, конечно же, поддержка такая, что для водителей тяжело работать. Для любого человека тяжело работать допоздна. Сейчас есть специальные мойщики, отгонщики, которые отгоняют автобусы на мойку. На 96 столичных маршрутах сейчас 1800 автобусов. Еще 40 выйдут на линии в ближайшие дни. Между тем в автопарках 1100 свободных вакансий. При отборе водителей по-прежнему учитывается пятилетний стаж. Причем три года из них на пассажирском транспорте. В то же время в прошедшем году получить права категории D пытались 5700 казахстанцев. Больше половины из них экзамен провалили. Бутагос Базарбаева, Арман Акшабаев, 24КИЗ. Совбез ООН принял резолюцию о прекращении огня между Израилем и Хамас. 14 из 15 членов Совета проголосовали за. Воздержались США. Директива требует немедленного и безоговорочно освободить всех заложников, прекратить огонь на время священного месяца Рамадан, усилить защиту гражданского населения и обеспечить беспрепятственные поставки гуманитарной помощи в Анклав. Это первая резолюция, которую одобрили за все время Палестино-Израильского конфликта, сообщает Reuters. Выбор США вызвал негативную реакцию у Израиля. После голосования Бениамин Нетаньяхом отменил визит делегации в Вашингтон для обсуждения ситуации на юге Анклава. Там сейчас укрываются около полутора миллионов жителей и беженцев. В ООН подчеркивают, что резолюции Совета безопасности равносельны нормам международного права и обязательны к исполнению. ВОЕННЫЕ В НИГЕРИИ О судьбе преступников также ничего не известно. Напомню, 7 марта группа вооруженных совершила налет на школу на северо-западе штата Кадуна. По заявлениям руководства учебного заведения местных жителей, тогда похитили 287 человек. Колонна из 50 тракторов въехала в центр Лондона. Аграрии недовольны низкими ценами на импортную сельхозпродукцию, за которой их товары стали неконкурентоспособными. Фермеры требуют от правительства усилить контроль ввозимых продуктов питания, которые не соответствуют местным стандартам. По словам активистов, это оказывает губительное воздействие на местный бизнес. В результате демонстрации движение в центре города было нарушено. Акция последовала за протестами фермеров по всей Европе, которые возмущены жесткими экологическими правилами ЕС и конкуренцией со стороны более дешевого импорта из третьих стран. Продолжаем выпуск. Опыт Казахстана в вопросах переноса и строительства новой столицы активно изучают в Индонезии. В этом году страна с крупнейшей экономикой в Юго-Восточной Азии планирует перенести главный город с острова Ява на Калимантан. Презентация столицы, которая будет носить название Нусантара, запланирована на август. Участвовать в ее строительстве предлагают и отечественным компаниям. Заинтересованы власти островного государства и в казахстанских цифровых технологиях. Алишер Накипов продолжит. Власти Индонезии официально объявили о намерении перенести столицу в 2019 году. Вызвано подобное решение целым рядом причин. Ключевая – перенаселенность нынешнего главного города страны Джакарты. В мегаполисе проживает около 15 миллионов человек. Среди других факторов данный шаг придаст толчок к экономическому развитию острова Калимантан. Именно там сейчас активно возводят Нусантару. Сегодня регион заметно отстает в развитии от остальных. На него приходится лишь 8% экономических ресурсов всего государства. Перенос столицы Казахстана – самый удачный проект в мире. Во время своего визита в Астану мэр города Нусантара Ваампенг и господин Женис Касымбек подписали меморандум. Он предусматривает 15 партнерских проектов. За счет этого мы хотим избежать крупных ошибок. Первая задача – изучить систему обеспечения водой. Мы также изучили, как должен решаться вопрос транспорта. Мы выяснили, как создавали систему образования и здравоохранения. Для нас также важно знать, как у вас стимулировали государственных служащих к переезду из Алматы. В рамках подписанного меморандума Астана и Нусантара также стали городами-побратимами. Новая столица Индонезии будет первым полностью зеленым мегаполисом. С лесами, экозданиями, собственным производством продуктов питания и системой умной утилизации отходов. На стройку государственного размаха местные власти намерены потратить порядка 35 миллиардов долларов. И, как оказалось, будут вполне непрочь обратиться к услугам казахстанского бизнеса, в частности, наших строительных компаний. Мы готовы к сотрудничеству с крупнейшими строительными компаниями Казахстана, так как ваши фирмы – бесспорные лидеры в Центральной Азии. Мы хотим, чтобы в возведении новой столицы Индонезии участвовали инвесторы не только из Юго-Восточной Азии, Европы или США, но, например, из вашей страны. Несколько казахстанских компаний уже проявили интерес. Страны планируют наращивать сотрудничество и в IT-сфере. На сегодня в Нусан-Тарии реализуется пилотный проект интеллектуальной системы видеонаблюдения «Сергек». После этого, возможно, ее распространят и на другие крупные населенные пункты Индонезии. В рамках проекта «Умный город» подписан меморандум с казахстанской компанией «Паркур». Индонезия также заинтересована в импорте нашей нефти, газа и минералов. Индонезия является одним из таких очень быстро развивающихся и очень крупных стран, пользуяющихся на сегодняшний день достаточно серьезным авторитетом. У Казахстана тоже есть свой интерес к Индонезии. Раз эта экономика, вот эта юго-восточная страна так стремительно растет, она нуждается в энергоресурсах. Сейчас как раз таки у Казахстана сложились очень хорошие отношения на одном поясе, одном пути. И сейчас уже работают казахстанские терминалы в порту Лиан-Юн-Дан, открыли недавно новый казахстанский терминал в городе Сиань китайском. Что позволяет казахстанским товарам добраться до крупных морских перевалочных портов. Товарооборот между Казахстаном и Индонезией на сегодня составляет 700 миллионов долларов США. В ближайшей перспективе этот показатель собираются увеличить до 1 миллиарда. Алишер Накипов, Серия Хонарбаев, 24КИЗ. Отечественные ученые представили казахскую версию чат-бота Чат-GPT. Специалисты Евразийского национального университета разработали систему искусственного интеллекта. На это у них ушло около полугода. Казахстанская модель способна анализировать большие объемы данных и, самое главное, понимает государственный язык. Саня Акобжасарова расскажет подробнее. Отечественная разработка на поставленные вопросы пока может отвечать только письменно. Помимо этого, произвольно составлять тексты. В нейросистеме бота сейчас полтора миллиона казахских слов. Авторы проекта намерены расширить его словарь до 13 миллиардов. Это позволит искусственному интеллекту выдавать любую информацию даже из казахской истории и литературы, говорят авторы проекта. Чат-GPT протестировали. Достоверность составила больше 95%. Мы случайно поняли, что казахский язык очень хорошо подходит для нейронных сетей, для архитектуры трансформеров в частности. Мы были приятно удивлены в том, что она может отвечать на любой контекст. В принципе, нейронная сеть очень хорошо поняла все взаимосвязи, все правила казахских языков. Как морфологически, так и синтактически. Как строится слово, как строится пара слов, как строится предложение. То есть это очень хорошо. Она зафиксировала все эти законы, так скажем, лексические. И также она очень хорошо понимает смысл, семантику. В планах разработчиков усовершенствовать систему до уровня решения социальных вопросов и даже подключить к ЕГОВ. К слову, ранее за помощью к боту Чат-GPT обращались и мажоресмены. Этот еще не говорил на казахском. Так вот, на заседаниях комитета по аграрным вопросам депутаты не раз прибегали к помощи искусственного интеллекта. У нас как раз на повестке дня стоял большой вопрос по ветеринарной отрасли. Сто проблем. И мы пригласили всех крупных экспертов и специалистов по республике. Ну, начали отбирать. Ну, не менее, мы взяли отобрали семь докладчиков больших. Мы эти все семь докладов загрузили в Чат-GPT Чат. И то, что мы на полтора-два часа доклады готовились служить, на шесть минут выдал программы искусственного интеллекта все те рекомендации, что предполагается. И буквально у нас комитет где-то за полтора часа завершился. Вот мы на ощутили. С версией на казахском ученые провели эксперимент. Искусственному интеллекту дали задание обработать литературное произведение, научные материалы и разную документацию на госязыке. Система справилась в границах словарного запаса. Сейчас чат-бот могут использовать школьники и студенты. А те специалисты намерены развивать технические и серверные возможности проекта. В будущем чат GPT может выйти на новый уровень. Отвечать на вопросы не только письменно, как сейчас, но и устно, голосом. Сынеку Бжасарва, Айнур Куаткызы, Камшат Атабаева, Багдад Кайркен, 24КЗ. И на этом пока все. До встречи.